привет друзья мы снова выбрались в лес наконец-то пришла нормальная весна пробрались по грязям по ручьям сосновый бор сейчас замутим по-быстрому перекус лягенькую бпшечку кипятим водичку будем вкусно кушать а потом попробуем поискать грибы да я не ошибся именно грибы в начале апреля но грибы необычные называется саркосома я абсолютно не уверен что в этом лесу нам их получится найти все-таки в тульской области этот гриб встречается не часто хотя доходит информация что в московской области на юге московской ну и других соседних областях он появился родом саркосома из сибири с урала и с русского севера ну надеюсь и нам повезет гриб найти но пока мы ждем когда закипит вода и мы приготовим себе простенький обед не хитрый обед говорят некоторые я вам покажу небольшой эпизод под названием сила леса лесная сила смотрим лес заряжает меня силой ребят это просто что-то невероятное я ощущаю мощь ощущаю энергию и смотрите это вековое мощное невероятное дерево я сейчас буду пытаться завалить и так понеслось мощь и знаете что есть такое старинное слово под названием вы воротень вот это сейчас вы воротень потому что у него вывернутые корни ходите в лес дышите свежим воздухом набирайте силы и энергии ну как разговаривали бы точечки ну вот друзья мои я ни разу в жизни на природе бы флешку ну в лесу по крайней мере не ел только когда с палатками отдыхали но мы тогда ездили на машине и лесная бы флешка наверное это что-то вкусное ну-ка пробуем аромат невероятно да это вроде так по простенькому но но лучше чем ничего бог мой какая вкуснятина так закрою закрою этикетку чтобы не рекламировать этот бренд но бп-шечка в лесу это просто нечто это мега ходите в лес кушайте лесу даже бп-шку обалдеть даже если мы ничего не найдем в лесу то ради хотя бы вот этого сюда стоит ехать мы очень хорошо поели и пошли искать эту самую саркосому но лес здесь не очень большой поэтому надежда в принципе также не велика но если сегодня мы не сможем здесь ничего найти то завтра мы отправимся еще один лес там уже деревья растут не сосны а ели и вот ельник саркосома любит больше всего больше чем сосновый лес еще снег не ставил лежит 7 апреля здесь уже лес посветлел и учился смешанный я больше чем уверен что здесь будет огородный гриб был очень хорошо главный успех их собрать а это у нас кабанчик или небольшой лосенок оставив свои экскрементики опана нифига ребята вот это находка но к сожалению это не саркосома здесь был лось здоровенный лось смотрите какая куча лось здесь водится саркосома вопросик кстати лось и едят грибы наши отчасти конкуренты лось и СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Боже мой, боже мой, ребята, боже мой. Вы уж извините, что я снимаю такое, но здесь прям обиталище лосей. Надо быть осторожней. Вот что бывает, когда не можешь найти саркосому. Я! Фу! Ой! Ух ты за рот! Ага! Ха-ха-ха! А, ладно. Все равно я победил. Обошли рощу. Ничего, к сожалению, интересующего нас не нашли. Грибного. Возвращаемся к нашим велосипедам. Зато знаете, что я нашел? Репеллент от комаров. О, тут его еще много. Ну, как говорится, и на том спасибо. Лес нам подарок. Один грибник потерял, другой нашел. Приехали в еще один лес в поисках нашей неуловимой саркосомы. Какая красота. Березы, сосны, елки. Под елем еще снег не растаял. Здесь, наверное, рановато еще искать. Все-таки снега очень много. Хотя, такая что такое. Нет, это дождевик. Просто похожий по форме старый. А здесь, судя по следам, гулял или лось, или кабан. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Уходим отсюда. Давай-давай-давай, бегом. Да, ребята. Кто-то там в чаще сидит. Ну, я туда не пойду. Не знаю, кто это был и что это было. Но мне стало страшно. Я не специалист по звукам лесным. Но они меня напугали. Какие-то звуки странные, да. Тихо, тихо, тихо. Ну, этот ельник, наверное, мы все-таки обойдем стороной. Разбираться, кто сидит там в кустах. В лесу там ничего не видно. Очень темный ельничек. Так, мы, пожалуй, поедем дальше. Давай, аккуратно, только не в грязь не шлепнись. Можете помочь? Тебе на дерево надо наступать. Стоп, 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 стоп. Нормально. Сама? Тихо. Вот такое бездорожье можно залезть весной. Кто нам ручкой помашет? Ребята, ехали на велосипедах. Какие-то диеты. Поле подожгли. Покрышку. Но покрышку я не потушу. Но поле. Поле могу. Вот так. Хотя бы так. Лапки. Еще. Вон горит. Нельзя так делать. Нельзя. 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 Здесь рядом лес. Здесь рядом. Испектор пляж защищает природу, где бы он ни был. Там важный. Ост Paulo. Здесь там там была полная. Лапки. Если там. Это не бол nó. Здесь там был. ή. Эти, да. Мальчик. Стоп. Очирisé. Эти, да. Малец Daddy. Эти, да. Эти, да. Исправим. Очень occassное. есся. Да. да друзья мои чтобы прорваться к лесу весной иногда приходится и по таким дорогам ходить кошмар в надежде найти саркосому в одном таинственном еловом лесу мы по такой ужасной дороге уже километр идем на самом деле я впервые в жизни в такую такую задницу забрался это просто реально какой-то кошмар и посмотрите где мы идем с куча снега грязь ну скажем так летом летом здесь можно ездить сейчас здесь наверное не всякий квадроцикл проедет и вот наша дорога ведет туда повсюду вода долбанная саркосома надеюсь я смогу ее найти то есть никаких гарантий нет что она вообще там есть видели наверное уже десятка три куч лосей видели какие-то странные следы ну наверное это был просто была большая собака волков все таки у нас здесь уже десятки лет не видели надеюсь и не увидят и кабани следы видели и копыта и не только очень интересное место вот я решил не отступать и за этим грибом иду но если не найду покажу вам хотя бы как он должен выглядеть на фотографии вот если присмотреться вот на эти деревья обглоданные на них есть следы зубов это сделали наши любимые всеми лоси лоси любят древесную кору особенно с молоденьких деревьев в зимний период они как раз ее и кушают но мы сейчас не о лосях а саркосоме до мест произрастания который нам еще ну наверное метров 500 600 по вот этому дикому бездорожью идти надеюсь мы сможем преодолеть ножки уже немножко промокли это грустно но греет нас мысль о том что впереди привал и часть бутербродами друзья мои мы добрались до ельника заветного вместо саркосомы увидели просто наверное десятки лосиных куч к сожалению подобный ельник как вот этот не подходит для поиска грибов потому что здесь нет нормального подлеска это слишком молодой ельник все-таки хоть и говорят что старые ну как бы ели не важны важны у молодых молодых ельников подлесок видите сплошная трава он опять лосиные лосиные подарки они тут просто повсюду вот ну и как бы таких местах грибы не найти ну да это сажены здесь раньше было поле ельник сажены все посажено рядами красиво он там уже ельник более старый мы еще там попробуем поглядеть снова лосиное добро еще и уже я снял себя трех клещей он творит снова красота такая на 1 ролик называть ищем лосиные кучи они ищем саркосому сейчас выберемся из этого места что здесь клещей просто немыслимое количество и лосиного говнеца вот в этот подвесок зайдем более такой густой взрослые ели красивые вот тут гриб вполне может произрастать если он конечно здесь вообще есть тульская область не самое супер грибное место и уж тем более саркосома это редкость поищем немножечко здесь и будем устраивать наш пикничок очень красиво поют птички просто невероятно но пришло время осмотра от клещей здесь если в траве натолкнулись на одного двух клещей осматривайте себя каждые пять десять минут потому что они прямо на каждом шагу цепляются а у меня я оделся сегодня не по правилам одежда темная обувь низкая в общем неправильно я не по инструкции все сделал не кстати есть видео про клещей где я рассказываю детально как себя обезопасить от этих неприятных паукообразных это не насекомые паукообразные создания обязательно посмотрите друзья наконец-то наше сегодняшнее путешествие приобрело смысл не просто прорваться через грязи и покушать на природе потому что но то что мы смотрели места на предмет наличие саркосомы мы ее не нашли пока что может быть что найдем но сам как бы вероятность небольшая но мы нашли другой уникальный и редкий гриб под названием саркосцифа она подразделяется на два вида саркосцифа алая и саркосцифа австрийская алая выглядит точно так же как австрийская но у нее на поверхности есть какие-то маленькие волосики которые очень тяжело разглядеть и вот мы нашли смотрите что же это такое саркосцифа вот она как выглядит красненькая маленькая маленький-маленький грибок он съедобный его можно кушать его очень ценят в европе он по скажем так структуре похож на свиные уши в европе из него делают тарталетки у нас этот гриб считается условно съедобным но его можно не отваривая кушать сырым помыл кинул сковородку и наслаждаешься грибом саркосцифа растет только в экологически чистых районах рядом с большим городом в каком-нибудь там парке где ну сами понимаете никакого свежего воздуха и куча всяких тяжелых элементов оседает на земле саркосцифа да и саркосома расти не будут и вот саркосцифу мы нашли она растет колониями давайте посмотрим еще вот она красота вот смотрите здесь еще след лося вот она копыта и вот на саркосцифа шли за саркосомой а нашли саркосцифу и и пока как вы видите еще впереди снег не растаял саркосцифа начинает пробиваться вот здесь реально целая колония но очень маленькие пока грибочки совсем крохотные мы на самом деле пробирались через лес чтобы найти место для привала и вот так вот случайно обнаружили колонию этих замечательных грибов вот они смотрите какая красота как я сказал растет на пнях и стал в падшей листве ножка у нее достаточно короткая собирать этот гриб или нет решать вам поскольку я знаю он не краснокнижный но очень-очень редко встречается в силу того но около больших городов сил того что экология мешает этому грибу расти здесь в этом месте конечно же не скажу где мы находимся где-то в тульской области регион экологически чистый получается гриб саркосцифа тому подтверждение давайте полюбуемся красота а вы яркие такие выделяется из-под листвы элементы в принципе найти этот гриб сейчас пока трава еще не успела вырасти достаточно легко если уж он попадется вам то мимо не пройдете я просто на землю посмотрел и увидел яркое пятнышко которое оказалось этим редким уникальным и интересным грибом саркосцифу как и саркосому можно встретить в лесах на севере русской равнины сибири с конца марта начала апреля и вплоть практически до мая у него короткий достаточно период поэтому спешите открыть грибной сезон и найти эти грибы другие грибов сейчас хороших кроме саркосомы и саркосцифы нет скоро пойдут сморчки но им еще недельки две-три подождать надо немножко грязненький ну извините вот ну очищать полностью не буду вот такая вот ножичка коротенькая запах хороший грибной сырым пробовать не буду ребят я не любитель сыр и грибов все-таки надо промыть имейте ввиду вот он тут побольше растет давайте его достанем вот он какой красивый замечательный на на палочке растет видите прирост к веточке вот тут мог прогуляюсь может быть еще обнаружу большое урожай конечно с этого гриба не поднять но тем не менее все равно это интересно есть смысл вырваться в лес даже в начале апреля только посмотрите раз два три четыре пять шесть там повсюду 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 гуляю поэтому ельнику еловый бор или ягод и ищу саркосому а еще при этом нехило так нервничают здесь просто и томник лосины наверное я не знаю я столько лосиного добра не видел нигде что в таких количествах было вот даже не знаю сколько я здесь пробуду в поисках гриба конечно попробую обойти чаще буду стараться шуметь лось это животное осторожное но если у них начинается гон он начинается весной и длится до осени самцы могут быть очень агрессивны и нужно проявлять осторожность и лучше лишний раз шуметь а если вдруг лось пойдет на вас то уйти из своего пути спрятаться за деревом то есть не ни в коем случае не пытаться его там пересмотреть перекричать если пошел уйдите они конечно могут напасть и повредить человека рогами но чаще всего просто пролетают как метеор мимо ну ладно не будем о лосях будем а саркосоми разговаривать этот гриб пока мне не никак не хочет попасться саркосов я нашел саркосома ведьмин котел как его еще называют меня рячется ну что ж наверное пора нам сейчас будет перекусить вот что это трутовичок это трутовик красивый далека даже можно подумать что прям под березовичек но пока я для них еще сезон рановато весенний лес прекрасен всем но рядом с лесом на полянках любят тусить клещи клещи как я уже сказал я себя сегодня штук 4 наверное снял надеюсь этим дело ограничиться и это при том что я еще и спреем побрызгался нехило саркосома я вам ранее рассказывал любит вот такой подлесок в молодых ельниках сплошная трава и там грибы нормальные найти непросто но вот в подобных местах они вполне себе могут произрастать но прервусь на обеденную паузу пришло время нам попить чаечку с бутербродиками вижу вас перерыв и как вам вкусно бутербродики девочкам вас привал бутника да у меня привал уставшего грибника мы прорывались через все эти снега грязи леса поля бились клещами ребята нашли наконец-то саркосцифу и теперь чай и лесной бутерброд это просто невероятно мы пьем не просто чай здесь чай на травах и там присутствует знаете что черный березовый гриб про чагу я снимал отдельное видео можете посмотреть это невероятное уникальное создание чага очень полезно для здоровья пейте ходите за чагой в лес идете за грибами можете и набрать чаги если вам повезет ее найти и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Не успели мы, ребята, проехать несколько метров Дар леса Вот такая вот интересная лопаточка Нам надо? Конечно надо Давай возьмем В лесу бывают разные дары, если лес вас признал Вчера нам лес подарил покончик от москитов полный Сегодня вот лопату хорошая, не гнилая Ну, чуть-чуть прожарела, но это ерунда В хозяйстве все пригодится Друзья мои В общем, заблудились мы в этом лесу Немножечко Вот сейчас спускаемся с оврага Видите, как хорошо в лесу ходить весной Травы нет Я хоть немного и заблудился Но интернет ловит Я смог разобраться, хотя бы в какую сторону двигаться И сейчас прям по глухому лесному оврагу иду Здесь даже покажу вам огромные следы Видите, лось, хозяин леса Гигант Самец здесь бродил Нашли лосину ручей Попали на лосиную тропу И по следам этого самого огромного лося Идем Вот Кстати, здесь прекрасное место для роста зимних опят Хороший валежник Много пней Замечательных таких, покрытых мхом Лесной ручей Так что ходите в лес С осторожностью Благо Меня ловит здесь интернет Потому что на деревьях еще нет листвы Сигнал доходит И я, в общем-то, смог разобраться Куда нам дальше идти Преодолеем овраг И тут уже неподалеку будет лесная дорога Которую я знаю А изначально я перепутал Пошел в противоположную сторону Сейчас вот нам пришлось возвращаться Бродим по лесу уже, наверное, целый час Никак из него выбраться не можем Но с инспектором пляж не пропадешь Сейчас будем форсировать лесной ручей Смотрите Как это делается Делается это вот так На дерево я наступать не буду Я, пожалуй, перепрыгну Вот так Не велосипед меня ведет, а я везу велосипед Такой мощный Да, ребята Вот что делает лесная березовая чага Придает сил и энергии Тащить велик в бугор Опа А вот и наша саркасцифа Мы уже несколько раз находили ее Решили еще немного показать В совершенно другом месте Прямо среди леса Среди палой листвы Во враге Нашли саркасцифу Мы просто заблудились Поэтому не все снимали Попадалась она нам регулярно Ну, конечно, много тут ее не наберешь Потому что гриб сам по себе маленький Но, тем не менее, глаз радуется Когда видит вот такие вот красивые Яркие пятнышки Особенно Да, здесь еще поковырять под листвой Можно найти ее Очень много Вот эти вот уже такие крупные ребятки О, тропинка Кажется, почему Пробиваются В общем, пока нет травы Ее можно заметить Как только трава появится Уже ее не найти Но Сезон у этого гриба Как я уже ранее говорил Короткий В районе месяца Сейчас она вот начала появляться И, в общем, весь апрель Он ваш Если есть интерес Погрызть Грибные свиные ушки То саркасцифа Это ваш выбор Ходите в лес Собирайте саркасцифу Австрийскую Или алую О, какие малыши А вот здесь еще Смотрите Уже крупная Плод Красота Какая красота Уже формировалась Тут еще Можно Полюбоваться Эти грибы Искать Одно удовольствие Уважаемые Надеюсь Видео Вам понравилось Не забывайте Подписываться На мой канал Ставьте лайки Смотрите мои ролики Старые Новые Про грибы Путешествия Юмор И не только Всем до скорых встреч Увидимся Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Как классно поют Птички